Всем привет, я Влад и это магазин Попади в Десятку. Сегодня у нас на обзоре PCP винтовка Kruger Gun Sniper Bullpup в калибре 6,35 мм и длиной ствола 300 мм. В таком вот пластиковом черном исполнении. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, ну и напишите свой комментарий. Три этих несложных действий очень сильно помогут нашим видео в продвижении и благодаря этому мы сможем делать как можно больше обзоров именно на новинки из мира пневматики. Мы на вас надеемся. Возвращаемся к винтовке. Такая вот винтовка в компоновке Bullpup, конечно же, да? По поводу комплекта все более-менее стандартно, но все же расскажу. Заправочный штуцер, набор уплотнителей и магазин барабанного типа, который рассчитан на целых 11 зарядов. Очень удобная штука и когда он идет в комплекте, это же прекрасно. Что ж, ну давайте посмотрим на нее поближе. Погнали! Интернет-магазин, попади в десятку. Это модель российского производства от компании Kruger Gun, которая относится к типу PCP-пневматики, где выстрел производится благодаря сжатому воздуху, который находится под давлением в специальном резервуаре-ресивере. Для отслеживания оставшегося давления внутри ресивера на передней стороне изделия установлен манометр. Стреляет же винтовка валанчиковыми пулями калибром 6,35 мм. Для произведения выстрела винтовку, конечно же, нужно взвести. Ну как без этого? Для этого воспользуемся затвором. Он находится на правой стороне корпуса. И так. Оп. После этого винтовка, конечно же, может стрелять. Делать так нужно будет постоянно, потому что стреляет она исключительно в одиночном режиме. Предохранитель находится рядом со спусковым крючком и защитит вас от случайного выстрела. На конце нарезного ствола находится модератор, он же глушитель. Для прицельной стрельбы у винтовки предусмотрена планка Viver 22 мм, куда вы с легкостью сможете установить дополнительное оптическое оборудование, как вот, ну, например, сделал это я. Но, все верно, в комплекте оптика не идет, и ее нужно докупать отдельно. Но это не проблема, и у нас в магазине огромный выбор оптики, поэтому, если нужно, то заходите. Под стволом, к сожалению или к счастью, планки нет, но есть рукоять для удобства хвата. Кому-то, я думаю, что явно пригодится. Тыльник у винтовки резиновый и рельефный. Длина изделия 550 мм, из которых 300 мм, это длина ствола. Калибр 6,35 мм, объем ресивера 248 кубических сантиметров, вес винтовки 2 килограмма и 400 грамм. После возвращения винтовки к заводским настройкам заявленная скорость вылета пули из ствола достигает 240 метров в секунду. Но на территории России данные винтовки, конечно же, в ослабленном виде с разрешенной мощностью до 3 джоулей. Говорят же проще, для покупки вот этой самой винтовки, вот прям вот этой, которая стоит сейчас передо мной, не нужны никакие специальные документы. Просто приходите и покупайте. Но, конечно, вам должно быть обязательно 18 лет. Без этого уж никак. И раз уж мы с вами заговорили о покупках, давайте я расскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте, и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно доставка по всей России. Обзор на эту замечательную винтовку подходит к концу. И, друзья, обязательно ставьте лайк. Если же видео понравилось, подписывайтесь на канал, ну и пишите в комментариях, как же она вам. А может быть, есть какие-то вопросы. Задавайте их все там же, в комментариях. Я же с вами прощаюсь. Всем спасибо, пока и до новых обзоров.